Ау, это сухо! Женя убегает. Старик закуривает, обдирает кусок кожуры от мандарина, стряхивает бепел. Женя возвращается с толстым куском хлеба и коробком в спичек. Втыкает спичку в хлеб, ставит на стол. Сколько исполнилось? Спичка все равно одна. Ничего, весь коробок выдохнет? Смеется. Придумаешь, что он? Зажигает спичку, старик задувает. Я есть не буду. Я должен. Поделишься? Старик подает сигарету, прикуривает. У меня еще подарок. Вытягивает из рукаватка, он ухует камень. Шоу продолжается, это что? Платье? Чего? Нет. Зеленое или бордовое? Я не вижу темно. Зеленое или бордовое? Зеленое. Вот, значит я угадал. Цепляет в пустом окну. Это что? Это ты чего? Штора тебе. Да хуля ты на мне. У тебя же получается, что солнце утром в окно не попадает, значит днем светит. Завтра увидишь. Ты мне из квартиры решил бладбардель сделать? Не обижай меня, почему бладбардель? Завтра увидишь. Выкидывай хлеб в корточку. Хоть птицы поедят. Чего ты готов? Чтобы ты поменьше говорил. Да. Ты всегда такой шабутной. Я вроде тебя понял, но отвечать не буду. Вердит кольцо на пальце. Жена ты, жена уехала. Жена? А, нет. Это печатка отцовская. Подари мне. Хотел выбросить, а что жалко? А зачем? Подожди. Стой. Не надо. Пауза. Я бы не говорить раз не хочешь. Ты извини, я когда выпью, разговорчивый. Обычно один пью, никому не мешаю. Да говори. Я просто не в ладах с отцом. Вот. Все. Молчат? Пьют. Как звали? То? Ну, ту, что уехала, любовь твоя. Ту? А. Саш. Да. Поссолились? Да не особо, просто уехал. Знаешь, вот ты доволен жизнью? Тут уж сложно сказать. Может, выпьешь? Нет, это так не работает. В общем, такой случай, когда не очень доволен. Она просто, ну, просто всегда хочет оказаться в своем месте, где тебе комфортно, где ты занимаешься тем, что тебе нравится. Чаще всего это место находится где-то за границей. Вот. И в какой она за границей? Не знаю, она не сказала. Скорее всего, где-то в Урыпинске надеются, что транзит. Любишь ее? У тебя есть жена? Была. И где она? К другому ушла. Большую часть вещей взяла и сына забрала. О, вы с ним видитесь? Нет. За одиночество? Грустный тост. Да, более-менее наоборот. Вот если бы я не один был, то послал бы тебя. Так вот, сидим. Я же говорю, грустный тост. Так катись ты. Челкаются, пьют. Вообще, вот ты сам, Иван, сам позвал. Я же говорю, мы народ грубый, не баракусь. Ну, не одна. Потому что извинения принято. Молчат. У нее карты есть, может, дурака. Вдвоем и будем сидеть два дурака. Может оказаться, что дурак из нас только один. Мы с Сашей играем дурака на желание. Я постоянно проигрывал. Один раз ночью пришлось голым вокруг дома бежать. И что тебя менты не схватили? Да ночь же никто не видит. Самое страшное было полезиться по нему. Ну, не будем, дурака. Нет. Скучаешь? Ну, есть такое. Раньше хорошо, как ты был, а теперь даже никто глаза не мозолит. Ты сопли не распускай. Да и не буду. Надо намного больше выпить, тогда возможно. Да. Позвони. Те вообще какое дело? Мне плевать, позвони. Ну поздно уже. Я думал, у вас савиное дупло. Да я не буду. Не буду. Тогда напиши. И что написать? И что-нибудь. Чтобы сразу все понятно было. Женя берет телефон. Люблю тебя. А? Нет, нет. Скучаю. Так? Не то. Что, как жизнь там? Нет. Что-нибудь с подвыпертом? С подвыпертом? Приветик. А? Я просто никогда не писал, так? Нет. Как дела? Скажи, какая у тебя там погода? Если не гулял, вернулся домой, а в квартире так холодно. Да говно все. Да провались ты в ад. О! Пауза. В точку думаешь. Ага. И все понятно сразу. Женя смеется. Хорошо. Отправил. Русский человек делится на два типа. Одни говорят, ну и бог с вами, а другие черт с тобой. Ну, дура, если не дура, если поймет. А если не верующий? Ну и черт с тобой. Бьют. Скажи, ты спать ложишься. Ты куда смотришь? Я нормальный. Я в закрытый месте. Ну не сразу же. Ты потолок смотришь? Я на боку люблю, туда смотрю. Тычет пальцем в темноту. На пятна. Какие пятна? Ой, у меня просто от света вспышки. Есть одно природное явление. Да ладно, потом. Когда-то долго. Еще ты в пустую стену, да? Ну, не тот Бариж. Вот, у Тициана есть картина. Да, покажу. Достает телефон. Он птицу рисует. Да нет. Он умер. Смотри. Показывает. Дутые, голые бабы в тряпках. Это Амор Сакро и Амор Профана. Любовь земная и любовь небесная. Он из Венеции. Ты видел Венецию на картинах? Там тепло и солнечное, или темно и лунное. И много лодок там. И по черным лодкам можно понять, переживали Венецию чуму. Там чума каждые 20 лет была. Ты что, художник? Не, не. Это Саша любит. Ну, в смысле, я мечтал, что вырос, то есть там художник. Но хотел, а не получалось. А вот Саша получалась. Вот. Господи, как милая художника. Не смейся, эй. Ты вот сам кем хотел стать? Космонавтом. О, как оригинально. Ты еще надо мной так. Да потому что, бле, бред и говори. Нет, да. Не говори. Не говори так. Мне нравится. Нравит. Ну, это же круто. Это круто, когда берешь краску, чертишь, что-то получается. Из ничего получается. Вот ты. Я тебе, а ты мне говном обливаешь. Ну, это же тоже диалог. Ты хотел космонавтам, да? А почему хотел? Нет. Неа, скажи, раз такой умный. Я в детстве, в детстве думал, что звезды это космонавты, которые выпали из ракеты и остались в космосе. Молчай. И ты меня еще наркоманом вызывал. Ты какие-то ты к черту. Мне хоть бы так, а тебе лишь бы колокбат рисовать. Ты сам катись, старый маразматик. Ты меня не понял совсем. Не тот париж, тетя. Так, давай в дурака. Если я выиграю, то рисую тебе на стену эту картину, и ты извиняешься. Не хватало мне еще тут порнуки на стену. Я тебе не порнуку собираю, а любовь, понимаешь? А если я выиграю? Да я извиняюсь и ухожу. Какая-то лажа. Не пою вот так. Ухожу и приношу ящик водки. По рукам? По рукам. Жму друг другу руки. Ты же постоянно проигрываешь. Ну тогда, может, до трех. Голова вторая. И был город большой, весь из дерева. Он раскинулся по маленькому гористому полуострову, уходящему вглубь моря. И все эти обветшавые дома, которые то выше, то ниже, соединенные мостиками, качались от ветра. Приезжает поезд. Почему до метро? Откуда ты? Выходишь ты и встречаешь меня. Впервые. А я был в банде с селами. Мы занимались мелким воровством и ели хлеб под навесом. Я затаскиваю тебя в нашу банду прямо перед большим делом. Мы с друзьями решили ограбить дом. Мне нужно было просверлить девять дыр в стене. Я не знаю, зачем и почему девять, но меня заметили, и я побежал. По камням, по песку, спрыгивал с одного моста на другой. Я взял твой, схватил тебя за руку, и мы побежали до метро. А там я проснулся. Чувствую, что душа. Вышел покурить, открыл окно. Вот, смотри, луна, а теперь сюда, видишь, подожди, здесь встань, а теперь, я сегодня не буду спать с тобой, можно я буду спать здесь, у тебя, рядом, вот здесь, а, все ведь хорошо. Квартира напротив, зеленый, 2307, и желтый свет падает на седые волосы, скользит по бурому рельефу Жениной кофты. Он стоит у стены и вводит малярной кистью в темноте, во рту вспыхивает и гаснет сигарета. Под ногами стоят жестяные банки, граненый стакан, стоит запах масляной краски. Старик сидит за столом, доливает остатки коньяка в стакан. И спрашивал я, что за рубаха цвета белого облака вдоль костей твоих? И ответ слышал, это кожа моя, цвета любви твоей, в отражении глаз зеленых, что так искренне ликует. Это что еще? Это коньяк. Вот, кстати, кончается. А у меня еще есть. У меня сон такой приснился. Сидим мы с тобой за столом. А к нам люди разные приходят и всякий привет просят. Много приходило, но я только двоих помню. Пришла женщина, вся такая в трауре, в черном, как монашка. И лицо за черным шелком. Вот, она пришла и просила у тебя, чтобы ты воскресил ее сына. Странно, да? А мы смотрели на нее и плакали. Там вообще трудно слезы держать было. У нее еще как будто лицо сквозь шелк белым свесится. И еще как будто она держала в руках что-то. Вот так. Руки полумесяца. Ну, ничем мы ей, короче, не помогли. А потом пришел какой-то мужик. Вроде мужик как мужик, а мы к нему как к прокаженному. С шипением таким. Вот. Ну, отрубили моему, короче, голову и вышли покурить. Я смотрю, а там огромный путон и роз землю посажены. Вот такие. И мне по плечи. И по ширине такие же. Причем они еще посажены так с расчетом, что на все клумбы хватит. А они не хватит. Я вижу, что там мать ходит и сажает их. И смотрю вдоль клумбы. Роза, роза, роза. Голова того мужика отрубленная. Я весь день думаю, при чем тут все это? И понял, что шея с отрубленной головой похожа на бутон розы. Как-то это все странно вяжется. Ну, у вас нахвачил логики искать не приходится? А тебе снится что-нибудь? Коньяк кончился. Грустный слой. Нет, коньяк кончился. Коньяк кончился. А, шуршит пакетом в темноте, достает бутылку коньяка, наливает стакан. Милый мой, это мне чего в глаза капать? Давай-ка без этих, милый мой, вежливость. Я думал, ты его увидишь. Заткнись. Доливает, наливает себе, пьют. Женя возвращается к стене. Так снится? Расскажи. Ну, мне снилось, что я лежу здесь, на диване. А вокруг струи дыма от сигарет. Я берусь за крайнюю струю, заворачиваюсь в дым и исчезаю. Только мятер на диване остается. И на часах мигает ноль-ноль, ноль-ноль. И все? И нет. Ну, прости, прости, ну, может, это сон в руку, а? Ну, типа, ты умрешь от рака легких. Не тот париж, тетя, я тебя еще переживу. Чего? Вы псих. Психи, раньше все кончаетесь. Слушай, сам ты псих. Че это я псих? Ты себя сам послушай. Да, вроде нормально у меня все. Все психи так говорят. На улице плюс 20, а ты в кофта ходишь. Да я... Я привык просто, мне нравится так. Ага. Это ты мне в уши так насвистываешь. Что под рукавами прячешь? Про такие уколы? Ты че до меня докапываешься? Ты сам навязался мне на шею. Я? Вообще-то это ты меня пить звал. Я думал, что ты нормальный парень, а у тебя Олеся Головного Мозга. Че? Пауза. Да, да, да. Поэтому ты мне нарочно в карты проиграл, а? Я знаю, я всегда проигрываю. Еще ума полы помыл. Кого ты ждал, Олеся? Че я не знаю, я не поддавался. Может, я сам не хочу здесь сейчас быть? Ну так скатертью дорога. Ну так скатертью. Уходят в коридор. Стой! Коньяк-то надо допить. И из легких вырвался такой смех, такой взвизг, как будто всем птицам разом наступили на хвост. И только рыжий еж в пепельнице высыпал под конец. Женя вернулся в комнату и с улыбкой нали в себе коньяка. Нормальный. Стакан мне только не залятой краской. Ты че боишься, старик? Вот ты че боишься? Че боишься? Ничего я не боюсь. А если что, я тебя с одного щелмана вложу. Берет стакан левый, запрокинув голову, пьет. Кофта скатывается, обнажая руку, а на ней красный прерывистый след, как будто ремнем обкрутили и сдавили только с одной стороны. Это кто тебе крапиву наворачивает? Женя поправляет кофту. Это типа жрам. Старый. По идее его нет, но когда я пью, проступаю. Не знаю, может там кровь разводят, капилляры. Откуда? Как я тебе и сказал. Да обижу. Да нет. Просто что-то нужно оставлять для себя. Пауз. Хотя... Я мог бы тебе рассказать. Но ты скажешь, че боишься. Че я не боюсь? Ну нет, так нет. О, смотри, че есть. Достаёт из шелк-листок. Это ты так тему перевел? Ну, поскольку у нас с тобой коммуникативная неудача. Сам ты коммуникативная неудача. Вот. Это, короче, я нашел в ящике почтовом своем. Почитал только начало и конец. Ничего этого. Письмо. Читает. Здравствуйте. Почерк красивый, кстати. Читает. Я живу недалеко от вас. Тут все, что на вы, с большой буквы. Читаю, Женя. Женя продолжает. У меня не было возможности поговорить с вами лично, но я бы хотел поделиться с вами очень важной информацией. Слушай, многие люди интересуются вопросом о смысле жизни. Чем старше мы становимся, тем лучше понимаем, что жизнь коротка. Да, правда? Конечно, особенно на ушки. Или садятся как-то такой мелкий. Как и мелкий. Неужели такой и должна быть ваша жизнь? Чтобы жизнь имела смысл, важно признавать, что есть тот, кто является источником жизни. Если мы стараемся жить по библейским принципам... Открывает рот и кусает палец. Ты что, голоден? Не, я просто... Я когда зеваю, широко рот открываю, рву губы. Ну, вот я и придумал. Короче. Читает быстро. Библейским принципом. Тогда наша жизнь становится счастливой. Насколько это возможно сегодня, выполняется глубоким смыслом. Бог учит нас для наших душей и жей пользы. Я, Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, увезущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, я просто представил, как он это говорит. О, если бы ты внимал заповеди моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские. Книга королка Исаия, глава 48, стихи 17 и 18. Но если люди не живут по закону Бога, и не следует Его руководству, то это ведет к разочарованию. Я побуждаю людей читать Библию. Если она у вас есть, то можете найти много полезных советов, прочитав Евангелие от Матфея, глава с 5 и по 7 с уважением. Женя смеется. А ты откуда знаешь? Пьет. А теперь понятно, почему ты меня переживешь. Капля коньяка стекает по подбородку, вытирает. Да, грязно. Завтра кожа красная будет. У меня вообще чувствительно очень. Рукой в груди притронутся, и до следующего дня пятно будет. Хоть рисуй по телу. Уходит к стене, рисует. Саша нравится. Умеет в грязи что-то красивое увидеть. Мы вместе рисовать учились. И у меня так же с руки кофе сползла. Про это разговорились, но так и познакомились. Мне ты не расскажешь. Ну, мы с тобой. Ты дурак, мне сам дурак, да? Хотя, наверное, всегда относимся к каким-то высокомериям другим, да? Вот мои одноклассники любят рассказывать, хвастаться. Выпуск, только ты спал с кем-то там, курил такое-то. Не знаю. Скучно. Вот у меня стандартная семья. Мама, ну и папа там. Если возникли какие-то сложности, то я решал все сам. Ну, типа, у меня есть друг. Вот он сейчас с матерью, как с подругой. Ну, по-хорошему, если. Спрашивают у нее советы, там, подобное. А я не понимаю, как это. В смысле? Странно делиться вообще с кем-то, что у тебя в жизни происходит, что в башке творится. Логичнее как-то самому разобраться. Все равно все по-своему получится. Да я даже не плачу на людях, не грущу. Ну, в редких случаях бывает, конечно. А так домой приду, выпью и упаду в подушку. Проще только с незнакомыми. Знаешь? Ну, в принципе, плевать на тебя. И с ними можно более-менее откровенно. А если потом подружитесь, то и секретов уже каких-то не будет. Да? Ну, это скучно. Всегда надо оставлять что-то для себя. Если есть что-то откровенное, то должно быть что-то и сокровенное. Как интересно. Мы как-то на уроке литературы что-то разбирали и говорили про пороки. Я тогда сказал, что откровенность – это порок. У меня посмотрели, как на идиота. Молчат. Молчат. Разгадал? Видимо. Что такое? Я в детстве с мамой пошел в цирк. А там клоун, пряжен. Спрашивал, как зовут девушек. И играл с их именами так. Пел. Каждый дарил по тюльпану. Он перед моей мамой разыгрался. И она убежала с ним. Больше я ее не видел. Так ты сирота. У меня отец был. Сирота. Пауза. Что у тебя отец? Такой плохой муж. Он даже? Нет, он просто простой. Учителем работал. Мне казалось, что у них все хорошо. Любовь да грубо. А не тот парик ждет я. Вот тебе тюльпанчик и кольцо на пальчик. Также 20 шуток, 12 прибалуток, ямочки, улыбка, красивая картинка. Да ты поешь. Это все этот клоун говорил. Я долго не понимал, как на такое можно купиться. А потом я женился. А потом жена ушла. Теперь я думаю, что понял. А она тоже с клоун убежала? Ну, Витя, конечно, клоун. Ну, не цирковой. Он моим напарником в банке был. И другом был. Так ты в банке работал. Я думал, что ты туда, ближе к космосу. Я хреново учился, а денег у вас занял. И ты пошел в банк? Нет, я пошел в шиномонтажку. Я копался, перерывал машины. У меня был личный гайковер со своим именем. Фауст. Просто мы с мужиками однажды допились. Я дурной стал по корпусу ножом резать. Хотел вырезать слово Фауст. Но на А понял, что все не вместится. Пришлось еще за него платить. Гоковерт казенный был. Ну, там весело было. Насколько чудаков туда приезжают? Каждую неделю точно, кто-нибудь из клиентов, не зря начнет выкидывать. Потом у меня появилась Аня. Это жена моя. И деньги мне нужны были. Так я и попал в банк. И Витя не помог. Он к нам часто заезжал. А я ему скидку. Такой счастливый, веселый, довольный всем мужик. Наверное, поэтому она и ушла. У меня, посмотри, я что похож на веселого. Я домой возвращался из банка, уже сдохший от скуки. Тут ее можно понять. Женя зевает, гусает палец. Вот ты же, коронавирус. Да нет, 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 прости. Мне интересно, правда. Я, видимо, устал или краской не дышался. Открывает окно. Вот. Иди сюда. Читища. Просто подойди, старик. Те кое-что покажу. Я не отстану. Старик подходит. Видишь? Луна. Показывает на небо. А теперь встань здесь и смотри. Показывает на открытую дверцу. Вот. В стекле луна. Она, причем, отражается без солнечного света. Ну, знаешь, свет от солнца падает на луну. И получается, как будто она светит на землю. А тут вот так. Эту романтику ты своим головным бабам показываешь. Возвращается за стол. Романтика? Это когда все в тебя и ты во все. Это от Саши. Подожди. Или это только от солнца свет в стекле. Ой-а-а. У меня плохо всегда с физикой. Возвращается к стене. Мы с родителями летом постоянно ездили в огород. А там ветер, трава, листья. Слышишь? Ручей, деревья, железная дорога. Понимаешь? Понял. Нет, ты не понял. Там домики наши, веранда. Там мама на электроплете варила супы. Сходим на грядки, вернется сахапка. Лук, картошка, морковка. И к этому все закинет тушенку и варит на плите, которая спиралька, ты понимаешь? Да понял я. Да не понял я. Баба сидит у камня большого. Этот камень весь мхом покрыт. И этот камень сыпется весь белой крошкой. Ну потому что рядом костер. Мы на этом костре шашлыки готовили. Не все проще плохо всегда в огороде было. Я копать не помогал, а кучу не помогал. Я только любил огурцы и помидоры поливать. А еще бумагу в костре жечь. Но я перестал поливать, меня оводы, бедра кусали и ноги все ладырят. Я просто сидел и жег бумагу. А потом вижу, в соседнем участке на меня парень смотрит. Оказалось, что я ни один не люблю все вот это вот земледелие. Мы подружились, его Дэном звали, Денисом. Вот. Мы просто бегали по грядкам, Игорь придумывали. Мама предложила, чтобы мы войнушку играли. Она сказала, что просто берешь, чтобы ушла, даешь напор воды, посильнее пальцы по-разному поставляешь, чтобы брызги летели. Мы так играли, играли, а потом на солнце сопли. Ты знаешь, я не сразу догадался, что таким образом мы весь этот рот плевать. Ладно. Потом мы с ним соорудили нашу штаб-квартиру между двух слив. Ну, кусты критых стояли, и там время проводили. Между сливом прохладно очень. По входу только в яме было, но там сырое и... Дэн, знаешь, такой парень, простой, свободный. И я этим возразился. Мы предложили покурить, и я впервые попробовал там, между двух слив. Отец проходил мимо и увидел. Дэн скачил бы, убежал, а я пошел с отцом на веранду. Он кричал, и обещал маме рассказать. Она ушла куда-то с соседней, должна была вернуться. А я не хотела, чтобы она знала. И просила отца, он говорит, что расскажет. Тогда я стал кричать на него, и мы ругались. Я разозлился, толкнул его. Он схватил меня, и хотел, видимо, в стол приложить. И приложил. На столе как раз спиралька-то стояла, не вытученная. Понимаешь? А я как... Делает шаг в сторону и прокидывает банку. Краска проливается на ногу. А я... А зачем я вообще взял фиолетовую? Подходит к столу, пьет. Ты что творишь? Ты мне весь пол уделал, но этот паркет еще в садик ладит. Женя ходит по комнате. Ну, считай, что теперь у тебя старый авторский паркет. Эта краска от нашей Сашей подруги. Она нас... Она нас спросила, когда ты стены ей покрасил. Она не хотела обои, и мы с Сашей красили. Она много слишком купила, мы забрали, что осталось. Да. Жалко, что фиолетовую проел. Ты придурок, крашивай. Нафига мне это все? О, кстати, понял про шторм? Да. Теперь днем я как в болоте чужу.